Доктор политических наук, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Игорь Петренко присоединяется к нашему эфиру. Игорь, приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, как вы считаете, следует ли позицию Меркель определять исключительно как позицию Германии на тот момент? Или же все-таки личные интересы тоже могли сыграть роль? Ну, я бы не говорил, что в принципе там, ну, безусловно, у нее связь с Путиным была, она прослеживалась, и она очень конформистскую позицию занимала по отношению к самому Путину и Российской Федерации. Но она, я думаю, тогда все же думала, что действует в интересах непосредственно Германии. И она делала ставку на экономическое сотрудничество и, скажем, на получение выгод. В то же время закрывала глаза на, скажем, геополитические, геостратегические такие вот интересы и, скажем, на те действия, которые предпринимала Россия. Можно сказать, что она была не одна в таком направлении мысли. Тогдашняя тоже и президент Франции занимал подобную позицию, да и много других западных лидеров. Поэтому говорить о том, что там были какие-то условно-коррупционные связи, или какие-то прям личностные интересы у Меркель, я бы, наверное, не стал. Пока мы, в принципе, не видим, чтобы она... Ну, наверное, это уже сейчас невозможно, да, но если бы не было полномасштабного вторжения России, если бы продолжались те проекты, которые начали в энергетической сфере, может, мы ее увидели в виде наблюдательного совета, члена наблюдательного совета, компаний, каких-то Газпрома еще. Вот тогда бы, наверное, это прямолинейная была такая, скажем, связь, да, как Шрёдер в свое время. Но, как видим, скажем, ситуация сложилась таким образом, что этого, скажем, не произошло. Поэтому там напрямую обвинять Меркель в том, что она действовала в своих личных интересах, или в большей степени, да, была, это ее главная мотивация. Ну, наверное, нет. Насколько сильна преемственность в политике Германии? Ну, то есть, насколько сегодняшние политики заразились тогдашней позицией госпожи Меркель? О, это очень хороший вопрос. Смотрите, по первым действиям Шольца с его приходом к власти, мы можем сказать, что это преемственность в основном была. Да, была своеобразная такая инерция во внешней политике Германии. Они пытались тоже как-то, скажем, быть более сочувственными к Российской Федерации, игнорируя тоже угрозы, не решались на решительные действия, на большую поддержку Украины. Но, опять же, мы помогли поменять, скажем, мнение нашей вооруженной силы Украины, в целом украинский народ. И у них позиция изменилась. Поэтому уже про преемственность в отношении с Российской Федерацией здесь еще не идет. Европа и Германия, они очень много диверсифицировали зависимости от Российской Федерации. И это, безусловно, хорошо. И, скорее всего, они уже не вернутся к тому уровню взаимоотношений, каких-то общих проектов с Российской Федерацией, которые могли бы быть до поломасштабного вторжения России. А такой вот вопрос есть. Как вы считаете, возможен ли, не скажу реванш, но возврат на арену самой Меркель? И все-таки, наверное, есть какая-то часть в обществе, в немецком, которая поддерживает, разделяет ее идеи. И, может быть, это станет для Российской Федерации картой, которую они захотят разыграть. Ну, смотрите, я думаю так, что эпоха Меркеля наканула в лету. И мы уже сейчас видим, говорим в вашем сюжете, да, перед нашим с вами разговором. Говор о том, что ее действия и решения, как показала практика, они были неправильными, да, они были губительными даже в какой-то степени для безопасности Германии, для ее независимости, энергетической независимости и так далее. Поэтому, да, кто-то может там сочувствовать тому, что было при Меркель, в частности, это более прогнозируемые, скажем, отношения с разными странами, в том числе с Россией, определенные экономические выгоды, которые они могли получать. Но все прекрасно понимают, что уже к этому не вернешься. Вот, поэтому я не думаю, что у нее высокий уровень поддержки, а я думаю, что все-таки к ее пребыванию власти более скептически относятся. Хотя, тут тоже я бы, наверное, разделял ее последние 2-3 года и, скажем, более ранний период пребывания в должности. Но мы уже, знаете, судим по факту, вот, поэтому здесь, я думаю, больше критики, нежели поддержки. И я думаю, в целом, что Меркель, она достаточно устала уже быть в политике. Вряд ли она испытывает какое-то особое желание к тому, чтобы вернуться в политику, в предвыборную гонку и так далее. И я думаю, что поддержка среди ее однопартийцев вряд ли найдется достаточно для того, чтобы она могла на что-то претендовать. А если бы Меркель признала собственные просчеты, что бы изменилось? Да, особо уже ничего не изменилось, в принципе, я думаю. Хотя, это бы, наверное, послужило хорошим уроком для следующих канцлеров и для следующих, скажем, политиков. С одной стороны, в пересмотре, да, скажем, быть более осторожными в отношении, как минимум, с Российской Федерацией, формирования каких-то там зависимостей. Но помогло бы ей это как-то? Ну, наверное, нет. Хотя, возможно, мы увидим, что она мемуары напишет, что-то в книжке расскажет, почему она действовала именно таким образом. Плюс нужно еще что сказать, что критика Меркель, она была еще связана с тем, что не видели лидерства. Лидерство в опросе, скажем, в Германии, как мы часто называли локомотив Европейского Союза, но вот достаточного лидерства для решения сложных проблем у Меркель не было. Она все же пыталась как-то их обойти, не акцентировать на них внимание, а больше, скажем, заниматься поиском позитива. Но мы же понимаем, что невозможно, особенно в вопросе безопасности, долгое время игнорировать проблемы. Они все равно тебя догонят и могут достаточно ударить по тебе, что, в принципе, и произошло сейчас. Вот еще один давний обитатель олимпа политического в Венгрии, Орбан. У него достаточно крепкие связи с Кремлем, но мы видим в последнее время, что это меняется. Как вы считаете, обернется ли он спиной к своему бывшему другу? И, возможно, ли тоже будет давать потом интервью и рассказывать, что на самом деле все не так, как вы себе думали? Я не удивлюсь, если сделает это Орбан. Он такой выживальщик политический, он действует в своих, скажем, личных интересах. Для него интересна была, скажем, Россия как источник определенного дохода, даже такого, можно сказать, теневого, для того, чтобы подпитывать его режим. То есть его режим, несмотря на то, что Венгрия находится в Европейском Союзе, он больше похож на имитационную демократию. Значит, ему нужны лояльные средства массовой информации, их нужно содержать, ему нужны, скажем, лояльные экономические структуры, бизнес, которому тоже нужно как-то помогать делать там дотации, давать ему, скажем, хорошие контракты и так далее. Вот поэтому ему интерес был с Россией. Сейчас он больше переориентируется на Китай, поскольку он видит там источник подобного дохода. С другой стороны, позиция Европейского Союза по отношению к Венгрии, она стала более жесткой. Они уже применяют не только пряник, но и кнут в вопросе, скажем, ограничения дотаций и, скажем, финансовый ресурс, в первую очередь, безусловно. И это его, безусловно, сдерживает. Он прекрасно понимает, что его антизападная риторика, она может работать только до определенных границ. И границ для венгерского народа – это вопрос выхода с Европейского Союза. Он уже неоднократно пытался делать такие вбросы, путем использования приближенных к себе, скажем, лиц, даже не политиков. Ну, политиков со своей партией тоже, но большинство, а-ля каких-то квази-ученых или еще чего-то. И мы видим негативную реакцию, скажем, общества, поскольку Венгрия не готова воспринимать такую антилиберальную риторику, но абсолютно не готова выходить из Европейского Союза, поскольку понимают экономические выгоды, которые они получают. Поэтому у него достаточно сложная ситуация, и я думаю, что и сложные могут быть у него тоже выборы, хотя он хорошо поработал над тем, чтобы, ну, скажем, минимизировать влияние оппозиции. Но все равно не все далеко поддерживают Орбана, и у него такой своеобразный кризис жанра. Ну, как он с него выйдет, мы, скажем, посмотрим. Но сможет ли он сделать какие-то заявления, скажем, которые не нравятся России, сможет и принимает решения. Уже такие есть, скажем, факты. Поэтому он такой, знаете, как вот этот флюгер, да, когда вот куда ветер подует, вот туда он будет смотреть. А ветер для него это возможность получения финансовых, скажем, ресурсов, важных не только для его страны, для экономики его страны, но и для его личных политических нужд. То есть можно сказать, я хотела буквально реплику добавить, что не стоит рассматривать Орбана как друга фундаментального, друга Кремля в Европе. Да, да, абсолютно верно. Он действует исключительно в своих собственных интересах. Его задача это продлевать свою политическую жизнь, пребывать в власти в том или ином, скажем, виде. И он достаточно много для этого, скажем, делает. Поэтому для него Россия это скорее инструмент, как и для многих других стран. Что наводит на следующий вопрос, а можем ли мы ставить знак равенства между позицией Венгрии при Орбане и позицией Германии во времена Меркель власти? Ну, скажем, я бы так не говорил, поскольку позиция Венгрии, она все же менее сильная, однозначно. Венгрия не занимает такую позицию в Евросоюзе. Нет, нет, я говорю о позиции по войне или отношении к Российской Федерации. Ну, то есть уже тогда, да, существовала война, да, это после 2014 года. И в любом случае Меркель тогда могла ее уже осудить, хотя этого не сделала. Точно так же сегодня мы видим некое отсутствие осуждения, прямое во всяком случае, со стороны Орбана. Ну, так, в таком разрезе, да, мы можем проводить подобные, скажем, аналогии. Ну, Меркель на самом деле могла много что сделать для того, чтобы этой войны не было еще в 2008 году, когда бы на Бухарестском саммите НАТО не выступала, не выступала бы она против выступления Украины или предоставления Падачи. Думаю, ситуация могла быть другая, та же самая и с Грузией. Поэтому на ней лежит достаточно серьезный такой груз ответственности. А Орбан, ну, действительно, он будет говорить и действовать таким образом, как бы складываться с ситуацией и где он сможет получить для себя большие выпенды. Вот, не больше и не меньше. Игорь, спасибо большое. Спасибо за профессиональную оценку ситуации. Игорь Петренко, доктор политических наук, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» был с нами на прямой связи.